Пока погода медленно впадает в осеннюю меланхолию, специалисты Брестского котельного хозяйства уже завершают работу к подготовке городских объектов к отопительному периоду. Для того, чтобы сезон подачи тепла начался в срок и прошел без сбоев, в котельном хозяйстве приступают к предварительным работам еще весной. Как известно, сани готовят летом. Ежегодно очень большой объем работ, планомерно где-то меняется оборудование, сети это обязательно, каждый год ежегодно меняется большой объем тепловых сетей, ну и производится ремонт, модернизация оборудования. В первую очередь рассматриваются моменты, там где были какие-то поступали сигналы, сигналы в течение года смотрятся, ну то есть в первую очередь идем туда, где слабые места, замена, модернизация и все остальное. В настоящий момент выполнена модернизация порядка 6 километров тепловых сетей. Гидравлические испытания прошли все объекты, находящиеся на балансе предприятия. На завершающей стадии модернизация котельных с полной заменой оборудования. Апгрейд сегодня переживают две тепловые точки на улице Орджоникидзе и Красногвардейской. Каскады котлов были приобретены за счет грантовых средств. Международная техническая помощь в рамках реализации проекта, поддержки инициативы соглашения мэров в Беларуси. Происходит модернизация, которая включает в себя замену двух водогрейных котлов, морально устаревших уже и отработанных свой назначенный срок службы, емкостного водонагревателя и насосного оборудования. Водогрейные котлы будут установлены французской фирмой конституционной. Мы уже ставили на одну из котелин такое оборудование, оно себе хорошо зарекомендовало. Удельный расход топлива на ней ниже, чем на остальных котельных у нас на данный момент. И поэтому было принято решение поставить такое же оборудование и здесь. Обогреть сразу весь город, конечно, не получится. Подогревать Брест будут постепенно. В первую очередь теплеть батареи начнут в больницах, поликлиниках, детских садах, школах. Это при температуре плюс 10 градусов в течение пяти суток. При температуре воздуха от плюс 8 в течение пяти дней пройдет включение жилого сектора. Затем поэтапно будут присоединяться все общественные, административные и промышленные объекты. Затем поэтапно будут постепенно.